вот так если мерить достаточно хорошие сигнал на затворе транзистор тут rfp 460 поэтому драйвер tc 4452 подделка затвор идет резистор 5 запирается через диод шутки поэтому закрывающий транзистор фронт резкий открывающий медленный а если я перемещу вот этот вот тут на минус он вот так идет 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 и там идет то вот уже сигнал сильно искажается всякие получается это просто что нужно поближе мерить уже сами провода начинают искажать искажать а и 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 Что-то идёт, я не знаю, вероятно что-то там не совсем в порядке. Продолжение следует... сжег один 600 вольтовый транзистор там одного ума сопротивления до отверткой коснулся в конце где-то 120 вольт в нём идёт тут коснулся поэтому поставил RFP 460 на 500 вольт он помощнее думаю он не сгорит ещё драйвер нечаянно два пожёг когда второй с обратной стороны припаял когда у меня был плюс и я плюсом коснулся к затвору одного из ключей на плюсе 24 вольта эти драйверы 18 вольт и не один сгорел и наверное потом не второй отбел сгорел от него так Продолжение следует... А транзисторы хотя бы не сгорели. Вот транзистор 250N и у меня есть 260N. 250N емкость где-то 2040 или 2100 пикофарад показывает. А на 2050 без N показывает 3600 пикофарад. 3400 пикофарад. То есть их намного больше емкость. Хотя под этажей тут такого не должно быть. Или мне такие попались. Я их на Алиэкспресс покупал. Эти без N буквы. Или... Или они все такие. Так что я... Думаю, лучше покупать, конечно, только с N буквы. Для быстрых частоты. Для пуш-пула, то, конечно, там подойдут и без N буквы. А если что-то качать на частотах МГц до 5 МГц, так лучше... Так только с N буквы. Без N буквы они там только до 2 МГц где-то. Смогут более-менее нормально работать. И фронты будут покруче с N буквы. Вот там колечко. 1 килоам резистор на самом деле неправильно. 1 килоам ставить на такое. Настолько мало витков. Наверное. Вот тут где-то 30 витков. Руслан там где-то 20 смотает и ставит 1 килоам. Поэтому у него там не ток, это колечко мерит, а мерит половину ток, половину напряжения. Но больше, наверное, в сторону напряжения. Вот тут подается 2 сигнала. Это на генераторе импульсов, это на пуш-пул. Частота их одинакова. Тут в настройках сделано, чтобы... от одного канала секунд фрекуэнси. Секунд фрекуэнси. Вот 0.56 и на первом канале нажать майнфрекуэнси. Тоже такая самая частота. Тут в настройках есть, чтобы частота первого канала была равна второму. Ну тут наставлено, но тут можно ОК поставить. Просто когда из розетки выключаешь, потом эти настройки сбиваются. Вот тут осталось дело. Подключить этот транзистор вот тут. Вот тут идет драйвер. Идет вот такой коаксиальный кабель с оплеткой. Оплетка вот минус. Тут вот плюс белый провод. Идет на пуш-пул. И он как бы хорошо, наверное, экранирует. Потому что какие-то мехи тут поймать, какие-то трески сложно. Вот тут плюс идет на конденсаторе, потом вот тут минус идет. Вот на один минус, на второй минус. Плюс вот тут к средней точке, потом подключаю. Но пока не подключает, потому что тогда запустится пуш-пул. Этого я не хочу. Может, еще один транзистор не подключен. Я пока проверял импульс, я не хочу, чтобы пуш-пул включился. Насколько я наметил эти конденсаторы, я так понял, что они у Руслана небольшой емкости достаточно. И там такие два зелененькие есть. Тут паялся. И по-моему, они такие достаточно большие, два в параллели. Они бы не могли бы быть там малой емкости. Где-то, может, общая емкость 4 нанофарада. У меня тут по 2 нанофарада стоит. Насколько я понял, в этой установке закрытие фронта не должно быть быстрое. То есть, транзистор закрываться не должен быстро. Потому что в схеме Эдварда Ли у него там были биполярные транзисторы, и они очень медленно закрываются, если отрицательное напряжение на базу не подать. Там же не подавалось оно. Не подавалось оно. Поэтому они там быстро закрываться не могли, по-моему. и у Руслана эти два конденсатора такие зеленые в параллель, как бы на вид выглядит, что они в параллель. они тоже как бы замедляют это закрытие, если делает резким, но они не делают этого выброса большого. Если резкое закрытие есть, тогда появляются большие выбросы Эдеса. Тут похоже, этот выброс Эдеса не нужен. Хотя вот так у меня как раз эти свободные колебания после закрытия с такими емкостями примерно составляют 1 мегагерц. И может нужно добиться, чтобы эти колебания тоже были такой частоты, как качера, например, 1.6 мегагерц. Не качера от Эссна. Вот. тоже